Сегодняшнее видео, как вы уже поняли из названия, посвящено ответам на вопросы. Их накопилось некоторое количество, ответ на них нельзя дать однозначно да или нет. Поэтому мы сегодня на эти вопросы, которые у вас на экране, ответим поподробнее, остановившись на каждом из них отдельно. Итак, вопрос номер один. На сегодня он звучит следующим образом. Уникальный идентификатор сущности GUID или LONG, ну или еще обычно спрашивают GUID или INT. В сообществе разработчиков бытует очень простой ответ. Если у вас есть несколько систем, между которыми требуется синхронизация, то все-таки правильно использовать GUID. Если у вас одна маленькая программка, которая никуда не ходит, ничего не делает, и никогда-никогда больше не будет использоваться в других местах совместно с другими программами, то лучше использовать INT или LONG в зависимости от того, какое количество данных вы будете. Если очень большое, то LONG, если не очень, то INT. То есть количество данных имеет значение. В общем-то, почему лучше использовать GUID всегда? Ну, например, так, как делаю это я. На основе своего опыта могу сказать, что рано или поздно та или иная программа, или та или иная сборка, или наработка, или фреймворк, или пакет, они могут быть использованы в другой программе, которая может быть частью сервиса. В общем, вообще с чем связана проблема? Проблема связана с тем, что если у вас несколько программ, например, микросервисов, которые связаны между собой, то, естественно, в этой системе лучше использовать GUID. Почему? Потому что GUID однозначно идентифицирует сущность в концепции микросервисной системы. Потому что если вы будете использовать LONG или INT, то существует вероятность, что в вашей системе появятся дубликаты или сущности с одинаковым идентификатором. Это очень плохо сказывается на синхронизации, и, в общем, можно выхватить такие проблемы, которые, собственно говоря, разрешить будет... Во-первых, найти их будет очень сложно, а во-вторых, решить их будет чуть ли невозможно. Вопрос номер два. Оправданно ли использование entity framework совместно с паттернами unit work и repository? Ответ на второй вопрос простой. Да, оправданно. И я попытаюсь объяснить почему. Смотрите, ОРМы, когда делались, они когда изобретались и придумывались, это было достаточно давно, они придумывались для другой цели. Они делались как абстракция на доступ к базе данных, на доступ к Data Access Layer, так называемый. И решение повсегневных задач, ну, немножечко упрощалось, в том смысле, что вам не нужно было создавать коннекшен, SQL, например, коннекшен, делать ридер, проходить по курсорам. Вот эта задача решалась очень просто, когда вы ставили entity framework, например. Но со временем немножко разработка изменилась, и вот, например, появились микросервисы. То есть писать конкретный код для того, чтобы достучаться к какой-нибудь базе, получить getById, какую-то штуку, какую-то сущность, это занимает достаточно много времени. Вот формы эту систему упрощают. Но если бы ваша разработка состояла в том, чтобы только получить getById, то тогда да, unit of work, репозитории, собственно говоря, не нужны. Но все усложняется с приходом новых требований от бизнеса, и поэтому вам нужно не просто getById, а перед getById проверить доступ пользователя к этой сущности, к этому ID. Доступ не просто там byId, нужно еще и пейджинг сделать, рассчитать, показать. То есть сам entity framework, ORM, сам по себе, он делает достаточно много то, что описано в DAL, то есть в Data Access Layer. Но он делает абсолютно не все, и поэтому оправдано использование перечисленных паттернов, да, оправдано. Потому что это является еще дополнительным уровнем абстракции, в котором можно вынести базовый функционал. Например, как я уже сказал, пейджинг, авторизация доступа, какие-то маппинги, да, то есть какие-то инклуды, да, то есть более того, транзакции, которые используются в entity framework, они все-таки больше заточены в сторону MS SQL. Во всяком случае, на моем опыте есть варианты, когда транзакции entity framework, ну, не до конца правильно работали, например, на PostgreSQL под Linux. В общем, если у вас есть дополнительные уровни абстракции, у вас карты в руках, руки развязаны, и вы можете туда вложить в любой функционал. Поэтому unitwork и репозиторий к нему использование в проектах оправдано. Особенно, если это, допустим, микросервисы. Потому что вот этот вот unitwork и репозиторий вы можете шарить на другие проекты, и тогда вам не придется реализовывать пейджинг каждый раз в новом микросервисе заново. Вопрос номер три звучит следующим образом. Code first или database first, что и когда выбирать? Ну, здесь ответ на самом деле очень прозаичен в том смысле, что уже все выбрали за нас когда-то, если так можно выразиться. Если вы начинаете новый проект, однозначно Code first. Это будет правильный подход. Если вы, допустим, собираетесь переписать какой-то уже существующий проект, то, скорее всего, есть какие-нибудь DBA, database администраторы, которые уже вот эту базу там делали, и вас, скорее всего, заставят сделать database first. Почему? Потому что DBA, ну, то есть разработчики, database администраторы тоже должны иметь работу, они должны что-то делать. У меня других никаких нету вот умных мыслей по поводу того, что выбрать. Конечно, однозначно Code first. Если вы создаете... То есть чем отличаются подходы? Code first это когда вы берете, создаете класс, а потом Entity Framework за вас это складывает в базу, как-то там хранит, там какую-то помойку организует, ну, в хорошем смысле, да, в которую, собственно говоря, вам и лезть-то не нужно. Вы запросили, да, Entity Framework вам отдал, вы положили, а Entity Framework положил. Никаких проблем. Вы работаете с классом, вы работаете с бизнес-логикой, и она целиком и полностью лежит в классах. Что такое database first? Это когда у вас есть уже существует... Когда у вас есть база данных, и она существует достаточно давно, в ней есть какие-то таблицы, и вам нужно там каким-то образом, не будем говорить там про инжиниринг, сгенерировать на основании тех вот таблиц, которые уже в существующей базе есть, какой-то классы, и потом продолжить работу с таким образом. То есть для того, чтобы вам внести изменения, вам нужно снова залезть в SQL, внести изменения в существующие таблицы, снова использовать Reverse Engineering, ну то есть сгенерировать классы, и только тогда типа... То есть сам процесс, как вы понимаете, много-много усложняется, потому что не имеет дополнительной промежутки обработки данных между базой данных SQL и разработчиком. Что касается Code First, то лишнее звено выпадает, сам SQL, теоретически я вот уже... То есть поначалу, да, когда был Antiflamework молодой, так сказать, он генерировал код, ну не всегда корректный, не всегда правильный, иногда даже очень который долго работает, но он вырос, разработчики Antiflamework переписали все хорошо, теперь у меня нареканий к этому генерированному коду уже нет, он работает быстрее, и даже в некоторых моментах даже быстрее, который могу написать я на SQL, в общем, я ему полагаюсь на него целиком и полностью, и поэтому проверять мне его не нужно, собственно говоря, поэтому это работает в разы быстрее. Более того, Antiflamework построен таким образом, что при работе с MS SQL, с Microsoft SQL, он умеет задействовать все, так сказать, ниточки, да, SQL сервера, ускоряя процессы, то есть он умеет подключать дополнительные потоки, он умеет управлять размером памяти, выделяемой на пул, но Antiflamework это не просто Worm, это умная система, которая позволяет существенно ускорить разработку. На моем примере был вопрос о выборике из, там, какого-то там, допустим, миллиона записей, ну и, в общем, страница, которая выбирала, там, запись с 79 полями, работала, там, 800 миллисекунд, да, то есть пейдж первый загружался, а когда я подключил инклуды, то есть сами по себе, которые должны весить больше по размеру, да, там, инклуд порядка 15 дополнительных связанных свойств навигации, у меня эта страница, так же, стала выполняться, ну, 600 миллисекунд, и для меня был в шок, что больше объем данных выбирается быстрее, ну, как оказалось, через профайлер получилось выяснить, что Antiflamework при наличии инклудов, там, я не знаю, какие механизмы в нем задействованы, тем не менее, видно было, что включается дополнительное ядро, под запросы идут параллельно, и, соответственно, выборка происходила быстрее, и возвращался результат, соответственно, быстрее, вот это для меня был шок, что Antiflamework, достаточно умная система, которая умеет работать с MS SQL сервером, поэтому, если вы используете MS SQL, я рекомендую Antiflamework, ну, про другие системы, формов, ну, я сказать ничего не могу, потому что Microsoft, как вы понимаете, для Microsoft делает только добро, я думаю, я ответил на этот вопрос, Четвертый вопрос, звучит следующим образом очередь сообщений, как сервис в микросервисной архитектуре, можно ли его использовать, нужно ли, можно ли без него, или нежелательно, но Message Queue, я буду говорить на примере на RabbitMQ, я чаще всего его использую, ну, и, в общем, о чем речь, смотрите, микросервисы могут с собой общаться, несколькими способами, первый способ, так называемый REST, когда запрос через HTTP клиент, отправляется на другой сервис, получается Response, и идет дальнейшая обработка, второй вариант, это когда, есть, так называемый, RabbitMQ, то есть сервис сообщений, сервис месседжей, очередь сообщений, прошу прощения, который стоит где-то там, в определенном месте, в сети вашей, в локальной, или там, выделенной, или в облаке, и все сервисы общаются между собой, через этот самый сервис очередей, собственно говоря, есть еще третий вариант, когда вот эта структура, архитектура смешанная, то есть, или половина так, половина так, что дает сервис очередей, очереди, ну, то есть, во-первых, да, RabbitMQ, в частности, ну, или другие очереди сообщений, они гарантируют доставку сообщений, то есть, обычно используется sensitive data, так называемая, которая важная дата, которую нельзя потерять, для того, чтобы от одного сервиса до другого доплюнуть, так сказать, то есть, REST запрос не гарантирует доставки данных, и, собственно говоря, в этом-то и есть проблема. Если у вас какой-нибудь сервис, или там, система, или структура, или архитектура, которая, не важно, дошли данные или нет, можно обойтись. Если у вас есть sensitive data, например, там, какие-то денежные транзакции, или еще что-то типа этого, то есть, очень важная штука, то без message queue вам не обойтись. То есть, даже если он упал, свалился или умер, когда он поднимется, все сообщения, которые были в нем, обязательно будут доставлены. То есть, это гарантированно. Он используется на продакшене, хоть и open source, и достаточно мощная система, я говорю сейчас про RabbitMQ. Можно ли обойтись? Да, но нежелательно, а программирование с этим будет, естественно, много-много сложнее. Пятый вопрос на очереди, этот вопрос про имперсонализацию в ASP.NET Core почему не поддерживается? Ответ очень простой, потому что имперсонализация использовалась на платформе Windows, в частности, на интернет информацион сервере, то есть EIS. Она была реализована в сборке System.web, и после того, как было принято решение разработать ASP.NET Core, собственно говоря, кроссплатформенный, понятно, что разработчики отказались от мыслей поддерживать вот эту имперсонализацию. И, в общем-то, когда вот эту System.web разбили на много-много-много-много, премного всяких мелких сборов, чтобы переписать их на новую платформу .NET Core, в общем, само по себе понятие имперсонализации, оно как бы исчезло в концепции ASP.NET Core. Разработчики, опять же, говорят, что на MSDM есть статья именно про имперсонализацию, не то чтобы ее совсем нет, она поддерживается, но очень не рекомендует это делать. Собственно, там речь идет о том, что если вы используете, пожалуйста, аккуратно, если открыли канал, то отключайте как можно быстрее. В общем, все говорит о том, что возможность, существует вероятность, что в последующих версиях вообще вот эта штука, как имперсонализация, будет отключена. Что это такое, во-первых, надо сказать, вот забыл. Имперсонализация, когда запросы на, допустим, SQL-сервер идут не от имени службы, которая запустила ваш сервис, да, там, Castrel поднял ваш хост и от имени его, от службы, которая подняла идут запрос, а именно имперсонализированы, то есть от имени пользователя. Это связано с безопасностью, это связано с кросс-платформностью, в общем-то, поэтому ее отключили и желательно ее, в общем-то, не использовать. Ну и, наконец, шестой вопрос, что такое автомаппер, зачем он нужен? Коллеги, автомаппер, на мой взгляд, одна из самых важных частей, которая вот эту рутину по управлению объектами, вернее, их свойств передачи, особенно другим свойствам, упрощает. Упрощает он не только просто передав значение одного свойства одного объекта значению другому свойству другого объекта, но и втыкая между вот этим вот процессом дополнительные методы, которые позволяют управлять этой передачей данных. То есть, если, допустим, у нас есть какой-то модел, да, есть какой-то view-модел, то передать данные из модели во view-модель на самом деле проще при помощи автомаппера. И в ручном варианте это тоже будет, конечно, работать, но когда у вас появляется дополнительное промежуточное звено, управляемое звено, которое дает вариации на тему бизнес-процессов, это на самом деле очень важная штука. До сих пор существует мнение которое противоречит моему высказыванию и сугубо моя личная точка зрения, то есть, я за, а вы как хотите. И противоречие заключается в том, что и при подходе разных паттернов есть объекты DTO, например, и в них нежелательно использовать какие-то дополнительные методы, в частности, по маппингу с одного на другой объект. все зависит от того, какой вы будете использовать фреймворк, подход, разработку, платформу. Но в любом случае автомаппер на платформе .NET, особенно .NET Core, ну, вернее, не особенно, и в частности для SP.NET Core, и если уж говорить конкретно про микросервисы, это очень важная штука, потому что все вот эти вот управляемые передачи данных одного объекта другому, то есть, маппинг так называемый, можно автоматизировать там на уровне определенного доступа от микросервисов. Ну, наверное, все.